Они дарят жизнь, но тут же ее отбирают. Причиной жестокой расправы матери над своим ребенком может стать даже обычная детская шалость. Задушила с помощью пакета, выбросила в огребную яму, закопала в недостроенном доме. Жуткие фразы из полицейских протоколов не объясняют, почему иногда материнский инстинкт умирает раньше малыша. О тех, чей метод воспитания – убийство. Максим Иванов. В два года Валерия очень любила танцевать. Никто из взрослых не сомневался – Леру ждет большое будущее на сцене. Мама, это ее голос за кадром, кажется, была не против. Но через месяц после этой записи малышки не стало. Ее дед не в силах сдержать слез. Страшная новость о гибели внучки едва его не лишила жизни. Она, кажется, убила Лизу. А потом закопала в комнате. Вот. Милиция прижала. Она призналась. Такое святое, хорошее. И унистожило. Строшило. Этот дом по замыслу дедушки должен был принести девочке счастье. Мама решила иначе. Вот здесь, в этой комнате, она закопала, была девочка. Вот здесь, в этой комнате, прямо в доме. В доме. В то, что Светлана убила дочь, в Каневской долго не могли поверить. Уж слишком легко ей давалась роль любящей мамы. У меня до сих пор трусит. У меня ребенок. Девочка почти такая, как она. Она после этого приходила, на руках держала моего ребенка. В Армавире новоспеченная мама решила не оставлять улики дома. Новорожденного ребенка предпочла выбросить. Живьем, с третьего этажа. Малыша увидели соседи. Абсолютно голый. Кверху попа лежал. И все. Признаков жизни никаких не подавал. Я вызвал скорую. Скорая быстро приехала. От полученных после падения травм мальчик умер в больнице. Его жизнь длилась несколько часов. Мать ребенка в ходе допроса пояснила, что она совершила данное убийство. В ходе следствия гражданка поменяла показания и указала на то, что совершил преступление ее сожитель. Несколько недель уже бывшая мама не выходит из своей квартиры. Под ее окнами всегда свежие цветы и игрушки. Их приносят чужие погибшему ребенку люди. Родители девушки знать ее больше не хотят. Это наша приемная дочь. Мы ей ничего не хотим. В Тихорецке же мать задушила новорожденного ребенка с помощью целлофанового пакета. В станице Калужской молодую мать подозревают в убийстве трехмесячного сына. Это был третий очередной нежеланный ребенок. Девочка. Ее больше года было. И, кажется, мальчик их забрала, наверное, в детдом или не знаю куда. Ее же еще пора в детских. Она шпила. Следствию женщина объяснила. Грудничка задушила своими руками, потому что капризничал. Все эти случаи произошли только в этом году. Матери избавляются от детей самыми циничными способами. По самым невероятным причинам. Помещая злобу и страха потерять мужчину от нежелания терпеть детские шалости. Так произошло и с Лерой. По словам Светланы, она разозлилась на дочь. Силой ударила ее кулаком в живот. Удар оказался смертельным. Объясняет, мол, была пьяна, не рассчитала силы. По предварительным данным можно утверждать о том, что ребенок подвергался постоянно систематически насилию со стороны матери. За любые мелкие шалости. То есть принципы метода воспитания этого ребенка, она избрала физические методы воздействия на ребенка. О пропаже Валерии сообщили соседи. Они заметили, что девочке два дня нет дома. А мать, закопавшая ребенка, хладнокровно рассказывала разные истории. Забрали в интернат, лечится в больнице, уехала к бабушке. Валерию похоронили только спустя неделю после смерти. Все это время эксперты изучали каждую садину и рану. На ее теле их было слишком много. Вчера были похороны на ребенке, просто живого места не было. В общем, это страшно. Отец Леры в смерти дочери винит себя. Из-за пристрастия к алкоголю часто ссорился с женой и не замечал дочь. Возможно, женщина выместила злобу на ребенке. О том, что здесь жила девочка, говорят игрушки и две фотографии. Слишком коротка была жизнь Леры, чтобы составить памятный альбом. Максим Иванов, Влад Захаров, Евгений Переснев. Такая жизнь.